Здарова пацаны, меня как обычно зовут Дракен Майплат и я пришел не с пустыми руками. Сегодня вы узнаете много новой и полезной информации, которую вам никто не расскажет. Информация очень интересная и над ее спором принимали участие моя команда, за что я им безумно благодарен. Соответственно имена ребят афишироваться не будут, так как мы договорились, что мы ценим конфиденциальность и не будем упоминать имен, кроме ключевых персонажей. Ну ладно, хватит предисловий, давайте перейдем к делу. Сижу, значит я такой, листаю ленту ВКонтакте и вижу пост в группе Смоукстакса. Данный пост показался мне очень недоброжелательным и я решил обратить на него внимание. Цитирую. Убирайте из своего окружения двуличных пледей, крыс и ублюдков. Они никогда не принесут вам ничего хорошего. Факты, бро, эс-рэдс. Все те, кто знают меня и не смотрят на меня с призмы зависти и лицемерия, имеют ко мне уважение, и мы выстраиваем долгоиграющие и взаимовыгодные отношения. Из этого поста я понял, что произошел какой-то конфликт между Стаксом и тем битмейкером. Я решил покопаться в этом конфликте и узнать ситуацию от человека, который напрямую связан с этим постом. На что получил развернутый ответ. Смоукстакс, или же Саня Волков, решил, что ему все сходит с рук. И то, как он выводит деньги по ценам с пейпала, или же с продажи головных битов, а вернее то, что делает он это недобросовестно. Например, ребята писали мне, что по курсу валюты они получали меньше, чем должны, или что была выплачена не вся сумма, которая должна была быть. Ну или же мой коллега, который сказал мне, что Стакс задержал ему выплату его части денег за уже проданный бит. То есть по факту, деньги за битстакс получил, но отправлять долю из этих денег он не торопился, а вернее вообще не выплачивал их больше месяца. Но я человек с ловой, поэтому я докажу вам, что Смоукстакс это коммерческий проект, который ищет способ заработать на всем, чем только можно. Данный проект любит затирать неокрепшим умам, что музыка это культура, и надо вкладываться в него максимально, давая каждую частичку себя. Но это противоречит его основной фразе «Make money, stay pretty». Сегодня мы покажем вам настоящую сущность Смоукстакса, и какой он тип, на самом деле. А также узнаете о его приспешнике, Смокке Бастарде, который пошел по стопам своего учителя, и тоже хотел попробовать, как это обманывать людей. Но не будем задерживаться, погнали? Часть первая. Курс по продаже битов. Начнем с самого, казалось, безобидного вида инфо-цыганства. Это онлайн-курсы, которыми Александр начал промышлять относительно недавно. Если вам кажется, что я несу какой-то бред, то я оставлю этот курс в описании, чтобы вы могли с ним ознакомиться после просмотра данного материала. Первую часть того, что я прочитал, идет банальное унижение человека, который купил этот курс. На минуточку. Курс стоит 7000 рублей, без учета скидки, которую он повесил потом. В курсе содержится базовая информация, которую вам расскажет любой школьник, который так или иначе разбирается в том, как работают продажи в нашем мире. В данном курсе лично от себя могу сказать, что есть какая-то полезная информация, но эту информацию вам бесплатно говорят уже сколько лет. Мол, не ленитесь, ребята, и все у вас будет. Всем и так это понятно, Саня. Я думаю, всем понятно, что и теги на ютубе нужно вписывать, и артистам пытаться писать. Это тебе бесплатно и Скори Битс расскажет. Как минимум, эта информация не стоит 7000 рублей, ей красная цена 1000. Но больше меня размешили цитаты из этого курса. Ой, вот строй хорошее в самоотношения, будь полезен людям. Продавай эмоции за эмоции, люди готовы платить хорошие деньги. Самая легкая продажа, это продать тем, кто у тебя уже покупал. Строй хорошее отношение, будь полезен людям. После информации, которую я получил о Александре, я могу сказать одно. Человек не может строить хорошие взаимоотношения априори. И вот вам живой пример. Как вы заметили на скриншоте, человек очень вежливо ответил на сообщение его следователя, который хотел банально узнать мнение Александра по поводу бита. Но Александр не намерен терпеть, что ему скидывают что-то и не платят за это деньги. Ладно, идем далее. Продавай эмоции. Эмоции продают в парках аттракционов или в цирке. Как раз цирк Александр показывать умеет, так как является главным клоуном СНГ. Каждому из вас бы, блядь, ебальники разбить. Ну и напоследок, легкая продажа, это продать тому, кто у тебя уже покупал. Фраза сильная и полна смыслом. Только статистика показывает, что даже у самых крупных компаний есть отвал. Это означает, что не всегда человек будет покупать у тебя что-либо, так как конкуренция высокая, да и полно интересных предложений. Мое мнение по этому курсу такое. Вам продают воздух. После прочтения данного курса я как будто бы попил водички. Не будем заострять внимание на провальном курсе и пойдем дальше. Часть вторая. Махинация с выводом денег. Сейчас я хотел бы поговорить с вами про махинации Александра с выводом денежных средств через сервис PayPal. А также рассказать о подводных камнях, с которыми столкнулись ребята, которые выводили через него деньги. Я не могу обойтись стороной историей, когда Александр не выплатил в срок долю битмейкеру, который был указан в клубе. Как всем известно, на нашей территории PayPal попал под санкции. И по факту вывод с него обычным способом не работает. Александр не растерялся и начал вводить деньги через PayPal своего знакомого, который не имеет ограничений на вывод средств и спокойно может принимать и выводить деньги от иностранных получателей. Но условия вывода были такие, что определенный процент Александр будет забирать себе. Что как бы и логично и даже практикуется у некоторых битмарей. Но вот только битмари, которые этим занимаются, заключают договоры с другими битмарями о том, что обязуются выплатить денежные средства в определенный срок и процент с перевода будут забирать себе. Далее, после подписи договора обеими сторонами договор имеет юридическую силу. И он может быть использован в суде в случае, если условия договора были нарушены одной из сторон. Александр не заключал договоры с битмейкерами, которые выводили через него деньги. И это уже считается нелегальным. То есть по факту Александр обманывал людей на деньги, потому что они не заключали никаких договоров. Как раз таки эта тема меня больше всего и волнует, так как человек наживается на отсутствие знания своей аудитории. Аудитория ему слепо верит. Ребята, прошу запомните. Если вам предлагают какую-то сделку или оказание услуг без договора, то вас в любой момент могут обмануть. Но это ладно. Это, надеюсь, и так все знают. Но не все знают, что Александр рассчитывал проценты курса валют очень странно. Ведь при выводе ребята получали либо не то значение, на которое рассчитывали, либо вовсе не получали свои деньги в указанный срок. Но на скриншоте вы можете заметить, что один из битмейкеров, который пытался вывести через него деньги, остался крайне недоволен тем, что Александр выплатил ему не ту сумму, которая должна была получиться. То есть по факту 40 долларов в рублях это 3600. Далее мы вычитаем 20%. Это равно 2800 рублей. Ну, если округлять до соток. По итогу Александр Волков скидывает битмейкеру 2250 рублей. А остальные 550 рублей он забрал себе. Помимо того, что еще Александр собрал процент от остальной суммы. То есть по итогу битмейкер в минусе на 1270 рублей. А поверьте, это уже не копейки. Но это только первый пример, где Александр берет 20%, которые указаны в условиях у него в группе. Следующий случай куда интереснее, потому что Александр поднял ставки и по факту нарушил свои же правила, подняв процент с вывода на 15%. То есть теперь он имеет за сделки 35%. Второй человек, который скинул мне переписку с Александром и показал, как странно у этого человека с математикой и конвертацией валюты. Доказал, что мозгом человек не располагает. Объясню вкратце, что на этих скриншотах. Александр считает 85 долларов по какой-то максимально непонятной формуле, в которую у человека выходит 1800 рублей. Хотя это всего 29 долларов вместо 65. И процент, как я уже сказал, с этой сделки уже другой. 35% вместо прошлых 20. Быстро же Александр поднял ставку. В этой истории битмейкер должен был получить 65 долларов с этой сделки, что в переводе на рубли 5960. Но по факту человек получил всего 3850 рублей и остался в минусе на 2100. Если вам не лень и вы хотите посчитать самостоятельно, то пожалуйста, берите калькуляторы в руки и смотрите курс. Ну и как и обещал предоставить вам эксклюзивные комментарии с Вузи Боя на тему с оплатой бита. В данной ситуации Александр отмазывался от выплаты битмейкеру денег в срок, которые он обязан был выплатить. Так как помимо него на бите был и другой битмейкер, который писал мелодию к данному биту. Два с половой вроде я ему скидывал, типа бля, по переписке просто глянул с ним. Ну типа я ему скинул, наверное, в день, когда трек дропнул, 2 500 я ему закидывал, забит. Братан, слушай, отдашь за 2-х у Лиз в авке? Не за 2 500, а за 2-х у. Не, пизжу, 2к, 2к. 2к я ему закинул, забит. Да, 2к, не 2 500, а 2к вот сейчас. По словам битмаря, он, конечно же, получил свои 2000, но через определенный срок, что не есть хорошо, так как он мог их не получить вовсе. А также, за слов битмейкеру, эту сумму он получил якобы отделение этих денег на троих. То есть в теории сумма должна была составлять 6000 рублей в общей сложности и по 2000 на троих битмейкеров, включая Стакса и Смоки и Баста. Стакс получил оплату в 2000 и оставил другого битмейкера ждать его выплату. То есть, мало того, что он не рассчитал, что бит коллабный и нужно указывать цену, учитывая троих битмейкеров, так еще и взял оплату за очень маленькую сумму и не выплачивал долю битмейкеру. Очень красивый поступок, я считаю, достойный Стакса. Но также Александр думает, что он может забирать кредит, за в которых по факту даже он не принимал участие, то есть не делал коллаб с битмейкером. Вы можете посмотреть на скриншоты, можете поставить на паузу и почитать, как оно было на самом деле. Но вы, наверное, поняли, что третий битмейкер — это Смоки Бастард. Уверен, он получил свои деньги в срок и перенял у своего учителя схему, как обманывает других людей. Обратите внимание на скриншот. Предполагаю, вы знакомы с треком Step Up Jordans — Drive, где Смоки Бастард решил провернуть похожую аферу, что его учитель. А то есть он просто не уведомил битмейкера о том, что трек был выгружен на SoundCloud, а потом и на все цифровые площадки. Когда битмейкер спросил у Бастарда, что это за хуйня, почему трек на площадках, а я не получил за это свои деньги, на что битмейкер ответил, что он договорился на ройалти с артистом. Но по факту битмейкер не видел ни своей толи, ни ройалти. Можете поставить на паузу и почитать сообщение от битмаря, как это было на самом деле. На этом наебы с кредицами не заканчиваются, так как Бастард решил и не вписывать битмейкеров, которые ему заслали луп на трек. Трек называется «Оу карти», ну и соответственно «Карти гад». Смоки Бастард просто вписал себя в продакшн и даже не уведомил битмейкеров о том, что на их бит залетел артист. А когда дело дошло до деления денег, Бастард начал отнякинуться, что мол карти гад не заплатил и прочую хуйню, в которую никто не верит. Потом сказал, что карти гад заплатил мало денег, на двоих битмарей будут копейки. По итогу всего этого каламбура Смоки Бастард скидывает Битмарю жалкие 600 рублей, которые по факту оставили плохие мысли о Смоки Бастарде. После всех разбирательств ребят конечно вписали в кредиц, но эта ситуация полный кал для Бастарда, минус рэп и челан, который двигается с ним тоже. Мое мнение такое, ребята думают, что им все сходит с рук, и они спокойно могут обманывать, ну или пытаться обмануть ребят, которые немного не шарят в теме с переводами денег и работой с артистами. Кстати, есть еще более интересная информация про Бастарда, а конкретнее оно связано с лупами другого битмейкера, которые он выдал за свои. Как минимум, это не круто, что ты чужую интеллектуальную собственность выдаешь за свою, то есть ты просто взял чужие лупы и загрузил их на хостинге, где даже не отметил человека в описании. Очень низкий поступок. Пруфы, конечно же, будут, потому что битмейкер любезно скинул мне FLP проекта одного лупа из данного луп-кита. В котором отчетливо видны мидии и слышен тот же мотив, используются те же плагины, что в луп-ките. Кстати, ссылочку на луп-кит я специально оставлю внизу, чтобы вы поняли, что Бастард нагло использует чужие лупы, выдавая за свои. Ах да, если Бастард захочет возразить по поводу принадлежности лупов, то жду от тебя FLP каждого проекта мелодию, чтобы люди поняли, что их писал именно ты, а не другой битмейкер. Заключением этой части будет таким. Думайте тысячу раз, с кем вы работаете, кому вы доверяете свою интеллектуальную собственность и свои деньги. С этим разобрались, давайте перейдем к следующей части. Часть третья. Стэш-драм-кит. Я думаю, что ни для кого не секрет, что битмейкеры делают свою сборку драм-китов, наполняя интересными звуками, которых нету у других битмейкеров. Такие драм-киты ценятся и реально могут стоить от полутора тысяч. Но история с драм-китом Александра – это отдельная история. Человек уверяет, что все звуки в этом ките уникальны, и таких звуков вы нигде не найдете. Но и на такие громкие слова можно предоставить пруфу. Как мы можем наблюдать, в развертке кита Александра отчетливо видны звуки из бесплатного айситуат драм-кита. Я могу предложить, что некоторые звуки он переименовал, а некоторые осталось без изменений. Но сам факт того, что Александр продает звуки, которые можно скачать бесплатно, это как минимум смешно, а по факту – стыдно. Но это еще что? У меня есть забавный скрин, в котором Александр продает плагин за 500 рублей, который каждый может скачать бесплатно. Он продает плагин. Сюр, я считаю. Переходим к четвертой части. Это OnlyFans. Но я думаю, название обрадывает себя. Но OnlyFans Александр не занимается продажей битов, драм-китов и курсов. Я думаю, он просто решил подзаработать на продаже полуоблежодок фото. Не своих, конечно. А также он призывает парней приводить своих девушек. Ну, по-моему, это перебор лютый. Какой парень в здравом уме будет торговать своей девушкой? Это как минимум странно и противоречит нормам морали. А еще противоречит словам Александра, который писал, что порнография – это лютый кугалдизм. И о том, что люди, которые это смотрят, просто ничтожны. Но Александр забыл, что площадка OnlyFans – это по факту и есть порнография. И кажется, что Александр стал ассоциировать себя с куколдом. Так еще и предлагает другим парням стать себе подобным. Но я до сих пор не понимаю. Ты вроде занимаешься битами. Ладно, выводом денег. Ну ладно, продаешь драм-киты и курсы. Но как это можно соединить с OnlyFans? У меня в голове не укладываются. Ты думаешь, что у тебя аудитория девушек? Или от битых идиотов, которые будут приводить тебе своих девушек? Чтоб ты заработал с них деньги и обманывал их на проценты. Ну уж нет. Закрывай этот стартап, пока не поздно. Остановись на чем-то одном. Как говорится в постовице, за двумя зайцами погонишься и ни одного не поймаешь. А ты погнался за несколькими сразу и попал в просаг. Открой глаза! Ты не бог! Ты не управляешь этим миром! Ты по факту простой чел, который пытается выжить за счет наеба. Успокойся и спустись с небес на землю. Тебя тут ребята в чеке ждут. Если хочешь обговорить все, что ты тут услышал, обговори. Я потолкую с тобой и предоставлю тебе все пруфы, мой хороший. Но не наебывай пацанов, которые тебе слепо верят. И остановись с различными движухами, пока не добился чего-то стоящего в одном месте. И пока не стало слишком поздно. Как вы уже поняли, Александр Волков, или же Лэй Стакс, или же Блю Стакс, или же... Не будем говорить. Это всего лишь коммерческий брэк, за которым не кроется ничего человечного. Обман на обмане ради своей выгоды. Ему удобно говорить только то, что ему нужно. А на других он кладет огромный болт. Если честно, не я один так думаю. У меня есть огромная группа единомышленников, которые согласны со мной и с теми фактами, что предоставлены в данном видео. И это меня так, блядь, выводит просто на коня. Я в рот ебал. Нахуй, блядь. А самое было забавное, это, блядь, когда, блядь, у него вышла реклама его типа генга, там, где они продавали турецкие карточки. Это пиздец. Турецкие карточки для русских. Сука, создай для этого отдельный паблик и торгуй там, вот сколько хочешь. Дальвенчи же не выкладывает себе на битмейкерскую страницу о том, что он продает дома. А он занимается этим, он занимается этим. Дальвенчи, блядь, арендатор. Он доздаёт и продаёт дома. Сука, он же для этого создал отдельную страницу. Он отдельно ведёт её. Она никому нахуй неизвестна. Он что-то там сидит, питается. Он же мне пишет на основной странице. О, я заправдил Тихака, а также вы можете купить у меня помещение в 32 квадратных метра. Ты чего, блядь? Допустим, ты бы занимался, понял, какой-то хуйняю, ну, бизнесом откровенно каким-то там, блядь. Какой рисун? Да, у тебя есть актив от другого дела. Ну, актив от другого дела. В этом, сука, и суть. То, что, блядь, люди пришли к тебе на эту страницу не чтобы покупать турецкие карточки, а чтобы слушать твои биты. Сука, твои уёбищные, несоведённые, говнивые, офф-тон, офф-всё, блядь, биты. Которые ты сидел, блядь, ещё я охуел, когда он ставил дэк, типа, на русском что-то бите, а-ля из разряда «Покупай биты, сука, сука, сука». Я, блядь, это был пиздец. Ржали всем, блядь, битмейкерским сообществом. Просто пиздец. Мне жалко Пеймуса, который ему, блядь, лупы скинул. Блядь, Панело сам на них, эти, блядь, лупы разъебал, и вот это смог так же, блядь, дропают. И просто пиздец. Просто говно с говна и сидит, и так качает головой, блядь. Не заметил, что его все кредо — это лабы. С Коди он запродил Крепереда, с этим ФВЗС Бануил или как его там, он запродил Гэждальный первый раз. Типа, блядь, все, это кредо говнивые, ой, лабы говнивые, улебанские лабы. Мне еще нравился его пост, когда он подписчик говорит, типа, бля, пацаны, дело в душе, нужно в биты вкладывать душу, нужно вкладываться и силы, вдохновение. Что это означает? То, что ты в один бит вкладываешься в свое вдохновение. Блядь, и он под концом поста пишет. Make money, стей прийти, блядь. Антоним просто своим словам написал, и после этого на следующий же день дропнул битов 10, который он сделал за один день, все лабы, все говно уебанское, с которого, блядь, держали все Дисней Мии. Он, блядь, сам, он не может сам свои слова продать, человек, блядь. Ну, я не знаю, насколько его тупость можно еще... Ну, реально, я тогда пробовал его, блядь, тупость описывать этого дочика, это просто пиздец. Пиздец, блядь. Ну, ничего, что энергия это душевная, а деньги это материальная. Мы это не будем говорить, мы это не будем говорить моим тупым подписчикам. Ну, его биты звучат хуже, чем это, объясняю. За опыт работы с Александром я могу сказать одно. Данный человек заблокал меня в ТК, а также предлагал мне работать с ним на очень абсурдных условиях. Было это где-то месяцев 6 назад. Вот вам скриншот этого предложения. На скриншоте вы можете увидеть, что Александр предлагает создать канал и развивать его вместе. Идея вроде хорошая, но что-то следовало потом. Полный абсурд. Сначала мы загружаем видео и раскручиваем канал вместе за бесплатно, а потом за загрузку видео мне нужно платить деньги. Ну что за абсурд, господа. Пахнет чистым капитализмом. Но выше на скрине вы могли заметить, что он предлагал мне взять его лупы на бит для 163 on my neck. Так я имею прямой выход на этого чела через ТГ. Это еще раз доказывает, что человек ради кредитца и готов продать свою жопу, что не есть хорошо. Но хотя оправдывает лозунг make money stay pretty. На этом первая часть подходит к концу. Думаю, меньшую часть информации я вам поведал. Вторую часть выпущу либо как ответит сам Александр, либо когда на этом видео наберется ну давайте 150, а может давайте даже 200 лайков. Если вам хочется узнать про MoneyWeb и как ребята делают деньги по факту из воздуха, какой биполярный чел обитает в этом комьюнити, или как можно сделать обложку бесплатно, за которую MoneyWeb просит 2000 рублей и многое другое. До скорых встреч, мои хорошие. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Оставляйте комментарии внизу и пишите SmokeStacks. Спустись с небес во всех социальных сетях. Ждем извинения на Александра. Всем пока.